Сейчас у нас будет песня, но своеобразная, пророческое пение. Я приглашаю сейчас Марию, которая приехала из Польши, которая там служит среди разного народа, и сейчас я хочу, чтобы она немного рассказала и о том, что она делает, но потом песня пророческая, друзья, которая будет звучать. Она будет звучать каждому, кто вышел сейчас на день рождения сюда, потому что в пророческих словах есть всегда то, что мы не можем до конца осознать, что именно Бог имеет в виду. Или это будут слова, которые будут звучать в духе, либо это слова, которые будут звучать на нашем языке, либо на польском, потому что она с Польши. Но давайте мы поприветствуем, во-первых, ее. Я благословляю, чтобы мы сейчас могли услышать и уже поговорить немного о новом уровне того, что Бог хочет делать в нашей судьбе. Потому что мы можем петь, мы можем молиться, мы можем молиться на языках, кто-то уже поет на языках, но когда мы говорим о пророческом пении, то оно может быть по-разному, и оно несет красоту, гармонию и силу неба. Я хочу, чтобы мы сейчас могли открыть свое сердце именно для этого. Именно для того, чтобы прочувствовать хотя бы несколько минут, но прочувствовать то, что называется силой помазания. Я приехала с Мариной и с Лукашем из Польши. Это привилегия быть с вами в Доме Божьем. И слушать его, что он хочет сказать нам. Когда у меня была эта привилегия встретиться с пастором, Бог мне дал слово, и я бы хотела поделиться с вами. Он сказал мне, что есть особенное помазание специальное на этой церкви. И это помазание живого слова, которое поднимает славу Иисуса Христа в церкви. И он показал мне место Писания. И это место Писания в 3-й царь, в 17-й главе, 1-й стих. Когда Илья, пророк, сказал Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Почему он мог так сказать? Он был приготовлен Богом для времени, вот этого особенного времени. И я чувствую, что Бог, он приготовил эту церковь для особенного времени. Потому что он хочет высвободить славу Божью через эту церковь. И он хочет нам сказать, так же, как Илья, он был подобный нам человек. Но он мог так сказать, кроме как по слову, разве только по слову моему. Потому что он полностью был послушен Богу. полностью был послушен Божьим путям. И у него были такие близкие отношения с Богом. И мы видим, да, уже дальше прочитываем, как пришел, как, да, ураган, сильный дождь. И Бог дал особенное расположение Ильи. Точнее, даже силу, что он был способен бежать перед колесницей Ахава. до самого Израиля. Почему так происходило? Из-за силы живого слова. которое было Его словом. Но это было и Божьим словом. И мы сейчас находимся в тех временах, когда Бог хочет пророчествовать, говорить слово. «Приготовьте путь Господу в пустыне». Прямыми сделайте в степи стези, Богу нашему. Всякий дол да наполнится. И всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господне. Сила живых слов в нас становится Словом Божьим, голосом Божьим. И мы можем видеть славу Иисуса Христа в церкви, в наших жизнях и в мире. Аминь. Захария сказана, в 10 главе, «Просите у Господа дождя во время благоподвенное». И Господь блеснет, в английском сказано, «Господь ответит молнию и даст вам обильный дождь». Просите Бога дождя. Дождь — это слава Божья. Чтобы мы могли в этой славе видеть все. Чтобы мы могли видеть всемогущего Бога. Чтобы мы могли видеть, что Он — это слава. И могли просто получить это прикосновение Его могущественной руки. Сейчас мы хотели бы пропеть несколько песен, которые Бог вложил в мое сердце и в сердце Марины. И, пожалуйста, вы можете также вместе с нами сейчас петь Господу и радоваться в Нем, потому что Он достоин. Ты достоин. Ты достоин. И%, а потому что К quoi? and His words in our minds full of power, word created life. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok